Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире служба информации Первого Балтийского канала. Мы знакомим вас с самыми важными событиями в нашей стране. Русскоязычные школы Вильнюса продолжают бороться за выживание. Столичные власти уверены, что проблем нет. Хакеры, которые год назад взломали сайт парламента и целый ряд интернет-страниц госведомств, оказались детьми и не из России. Неожиданное признание из правительства в масштабах коррупции и воровстве в Литве виновата советское наследие. Вильнюс не сможет справиться с просителями компенсации за отопление после переформатирования системы дотаций. Чего боятся современные дети и кто виноват в ужасающих масштабах насилия над ними в Литве? Об этих и других новостях наш информационный выпуск. В парламенте назревает очередной вотум недоверия. На этот раз в центре внимания оказался лидер Аграриев и два его коллеги. Оппозиционная фракция «Порядок и справедливость» упрекает правящих в преступном использовании депутатских удостоверений и грозится дать старт процедуре импичмента. В черном списке оппозиции лидер Кристиана Рамуна Скарбаускис, глава Минздрава Аурелиус Верига и председатель Комитета по здравоохранению Агни Щеринскине. Последнее, напомним, стало на прошлой неделе виновником скандала, когда воспользовалась депутатскими карточками Карбаускиса и Верига и записала их на парламентскую дискуссию. Это нарушение, утверждает лидер фракции «Порядок и справедливость» Ремигио Джаметайтис, достаточный повод для импичмента всех трех аграриев. «Щеринскине воспользовалась карточками двух членов Сейма и зарегистрировала их на дискуссию в зале пленарных заседаний. Это нарушение 7-й статьи Устава Сейма, грубое нарушение конституционных обязанностей члена Сейма и 176-й статьи Уголовного кодекса». Помимо регистрации на обсуждение законопроектов, удостоверение позволяет депутату заходить в здание Сейма и принимать участие в голосованиях. «Передавать этот документ другим лицам, говорит Джаметайтис, строго-настрого запрещают законы. Поэтому его фракция планирует начать собирать подписи за импичмент в трёх зелёных». Сама же Черинскиня, хотя и признаёт, что проявила безответственность, считает все обвинения пустяковыми. Тем более, что подобные обращения с карточками в стенах парламента якобы не редкость. «Я могла бы спросить, почему фракция «Порядок и справедливость» всеми прошлого созыва не инициировала вот ум недоверие парламентариуму Зуронису, который был членом этой фракции и голосовал с помощью карточки другого депутата, насколько мне известно. Своё действие с карточками Вериги и Карбаускиса я расцениваю как безответственное. Однако основания для импичмента я не вижу». Другие оппозиционные фракции тоже скептически отнеслись к импичменту правящих тяжеловесов. Председатель партии консерваторов Габриэль Юс Ландсбергес в шутку назвал действия аграриев мелким жульничеством. А лидер либералов Эугениус Гентвилос сказал, что сначала дождётся заключений парламентских стражей этики. Как бы там ни было, возможность вылета из Сейма за подобные проступки далеко не из области фантастики. В 2010 году мандата лишился депутат Лина Скоралюс за то, что разрешил использовать своё удостоверение коллеги по фракции. Сергей Шалкин, Мартина Свисбелес, Первый Балтийский канал. Уже традиционно перед заседанием Горсовета столицы на площади перед самоуправлением Вильнюса царит грустное веселье. Две школы с преподаванием на русском языке требуют от властей прислушаться к ним и дать возможность продолжать работу. Старогородская школа или Синамищо вышла с плакатами, гласящими «Где права детей? Мы не собираемся сдаваться, и если понадобится, пойдём в суд». Судьба этой школы висит на волоске. Сегодня Горсовет голосовал отложить реорганизацию учебного заведения до 2020 года, либо ликвидировать учебное заведение. В свою очередь, школа имени Пушкина вот уже третий год подряд требует присвоить ей статус продлённой гимназии. Мы хотим, просим, чтобы нас услышали и с нами ввели диалог. А конкретно сегодня, сегодня мы вышли просить власти о том, чтобы школа Пушкина обрела статус гимназии, продлённой гимназии, и мы могли вести обучение с 1 по 12 класс. Школа очень хорошая, она географически находится в нужном месте, в Пашилайчике, в районе, который растёт, где очень много молодых семей. Школа постоянно пополняется новыми учениками, и было бы неправильно её уменьшать, убрать 11-12 класс, потом, соответственно, 9-10 и так далее. Выйти на пикет представителей русскоязычных школ побудило также принятое ранее решение мэрии предоставить статус гимназии школе имени Йоахима Лелевеля. Пикетчики утверждают, что в данном случае самоуправление использует двойные стандарты. Значит, одним можно, а другим нельзя, интересуются родители. К участникам пикета во время танцев ребят вышел мэр Вильнюса Ремегиус Щемашус. Как весело у вас, всё хорошо. В первую очередь, я хочу поблагодарить вас за то, что вы любите свои школы. Но я не знаю, чем может завершиться сегодняшнее заседание и проблема заполнения школ. Сейчас говорить об этом рано. Посмотрим, какое будет принято решение. Вице-мэр, консерватор Валдос Бенкунскас тем временем, заметив микрофон Первого Балтийского канала, демонстративно ретировался с места протеста, начисто отказавшись разъяснять позицию городских властей в вопросе систематического уничтожения русскоязычных школ. Бенкунскас, отметим, отвечает за вопросы образования. А члены Горсовета, защищающие позицию школ нацменьшинств, утверждают, что через несколько лет немалому количеству старшеклассников мест в гимназиях не хватит. Хотя городские власти считают, что у русских школ проблем якобы нет. Согласно статистике, у нас приближается бэйби-бом. То есть, тот всплеск рождаемости, который был лет 6-7 тому назад, он скоро принесет свои плоды. И, как прогнозирует само самоуправление, в этом и в следующем году будет самый большой наплыв первоклассников. Эти первоклассники, естественно, придут не только в литовские школы, они придут во все школы, потому как национальный состав в городе достаточно широкий. Если я не ошибаюсь, 120 народностей проживает здесь. Я так думаю, что белорусы, украинцы, как правило, выбирают русские школы. К тому же, нужно учитывать еще и волну иммигрантов, которая ожидается у нас в Литве, из соседних стран, из той же Белоруссии, из той же Украины. И, естественно, что дети пойдут в русские школы. Так вот, вопрос, куда эти дети пойдут? Согласно данным Департамента просвещения Вильнюсской мэрии, выяснилось, что для детей из нынешних 5-6 классов в будущем мест в гимназиях Вильнюса не найдется. В столице действует всего 5 гимназий с преподаванием на русском языке и одна польская. А если школа Пушкина получит статус продленной гимназии, то часть будущих проблем может быть решена. Заседание горсовета состоялось. Результат объявлен. Старогородская школа будет реорганизована. Ну а школа Пушкина, которая стремится стать 12-летней, получила надежду добиться своей цели. Совет самоуправления принял на рассмотрение этот вопрос, а это значит, что у учебного заведения еще есть шанс добиться своей цели. Разве что этот жест может быть очередной попыткой псевдополиткорректности действующих либерально-консервативных властей столицы. Ирина Высокович, Аудрюс Андреяускас, Первый Балтийский канал. Президент Аля Грибаускайте встретилась сегодня с делегацией Конгресса США. Американские сенаторы намерены лично ознакомиться с состоянием безопасности на восточных рубежах обороны НАТО и оценить исходящие с Востока угрозы. Рекомендации сенаторов, некоторые из которых являются членами комиссии парламента США по обороне и финансированию, станут весомым фактором в принятии решений в Конгрессе о военной помощи странам Балтии. Сенаторы подтвердили твердое намерение США выполнять свои обязательства в обеспечении коллективной безопасности. В настоящий момент в Конгресс США внесено предложение о повышении на треть, то есть до 5 миллиардов долларов США, финансирования европейской инициативы сдерживания. Эти средства направлены на финансирование военного американского присутствия в Европе. Даля Грибаускайте также с членами делегации обсудила результаты недавней встречи глав НАТО в Брюсселе. Говоря об основополагающей роли Америки в обеспечении безопасности Литвы, Латвии и Эстонии, президент нашей страны заявила, что и трансатлантическая безопасность, и безопасность всего альянса в целом начинается именно со стран Балтии. Также глава государства подчеркнула, что организации НАТО необходимо обновление и перераспределение вооруженных сил на восток, откуда исходит непосредственная военная угроза. Во время встречи обсуждались и такие темы, как борьба с вражеской пропагандой, энергетическая безопасность, помощь Украине, а также санкции против России. В кибератаках на сайт парламента и других государственных структур около года назад подозревается группа несовершеннолетних, двое из которых граждане Литвы и один подданный Дании. По данным Генпрокуратуры, в деле о кибернетическом взломе сайтов важнейших структур государственной власти Литвы предъявлены подозрения двум нашим несовершеннолетним согражданам и одному датчанину, также подростку. В прошлом году группа взломщиков не только застопорила работу нескольких порталов государственных ведомств, в том числе сайта Сейма, но и потребовала вознаграждения за дальнейшие невмешательства. Отдел криминальной полиции завершил дело этой весной. Специалисты отметили, что вмешательство в информационные системы делалось на любительском уровне, однако было задействовано одновременно порядка 10 тысяч компьютеров. Как выясняется сегодня, атака обычных, но талантливых в компьютерном деле детей обрушила год назад работу системы ЕСеймос, то есть электронных ворот парламента. К слову, потратили на нее 5,5 миллионов евро. Ну а в докладе Департамента госбезопасности кибератаку, напомним, сочли вмешательством российской разведки. А министр сообщения Рокас Масюлис сегодня представил неожиданную теорию коррумпированности Литвы. По словам чиновника, взятки в стране берут и дают, а в госорганах воруют из-за советского прошлого. Министр сообщения Рокас Масюлис на сегодняшней транспортной конференции признался, что не ожидал такого масштаба коррупции в управляемом им секторе. По его словам, министерство заварено жалобами. Я не говорю о мелочах, когда водитель руководителя возит его близких или кто-то воспользовался путевкой предприятия. Здесь за такие мелочи грозят пальцем, никто с работы не уволит. Но когда видишь, сколько денег утекает на офшорные счета, возмущался министр. В качестве примера он упомянул утончение дорожного покрытия, когда лица пользуются пробелами в законах, в результате чего используется меньше асфальта и прокладываются дороги худшего качества. В сложившейся ситуации Масюлис обвиняет и, цитата, «советское наследие», когда, еще одна цитата, «присвоение государственного имущества было легальным». Напомним, что независимость Ритвы провозглашена 11 марта 1990 года, более 27 лет назад. Продолжаем наш выпуск. Поскольку завершается срок действия скидки на газ, предоставленный российским концерном «Газпром» весной 2014 года, с июля газ для жителей и прочих бытовых потребителей Ритвы будет обходиться на 5-8% дороже. Комиссия по контролю над энергетикой и ценами уже утвердила новые тарифы. Жители, потребляющие газ только для приготовления пищи, с июля будут платить 64 цента за кубометр, а те, кто использует газ для отопления – 39 центов. Предложение правительства аннулировать налоговые льготы на отопление, а вместо этого учредить компенсацию, привело к негативной реакции мэра Вильнюса. Он считает, что столичным службам теперь придется обслуживать вдвое больше клиентов. А к этому центр по социальной поддержке вовсе не готов. После того, как вступит в силу закон о начислении льгот на отопление для малообеспеченных людей, в Вильнюсском центре по социальной поддержке населения вдвое увеличится поток желающих воспользоваться льготой. Но ни персонал, ни технологии к этому не готовы. Около 11 тысяч вильнюсов получат компенсацию за отопление после того, как вступит в силу предложение правящих ввести оплату горожанам. Просителей такой поддержки увеличится вдвое – до 22 тысяч человек. А для этого потребуется выделить дополнительно 17 работников этого центра и полтора миллиона евро. По словам мэра, в июне центр по оказанию социальной поддержки будет страдать от наплыва жителей ещё из-за технической неподготовки специалистов. С градоначальником соглашаются и работники центра. В настоящий момент у нас нет очереди. А когда наступит пик подачи заявления, то человеку в очереди придётся стоять до получаса. А если регистрационный календарь будет переполнен, то поразителю придётся ожидать своей очереди и месяц. Работники центра отмечают, что компьютерная техника устарела. Чтобы спасти данную ситуацию, было бы хорошо внедрить электронный приём документов от просителей льгот. Но пока этот вопрос завис в воздухе. Новый председатель социал-демократов Гинтаута Спалуцкас убеждён, что 9-процентный налоговый тариф следует восстановить. Как мы обещали, мы зарегистрируем постоянный 9-процентный налоговый тариф на отопление и добьёмся договорённостей в коалиции. А если не договоримся, то, возможно, будет подтверждён компромиссный тариф. Основной принцип заключается в том, чтобы люди покупали тепло, они шли с прошением компенсаций. На прошлой неделе парламент Литвы расширил круг получателей компенсации на отопление. С июня компенсацию смогут получить семьи, расходы на отопление которых превышают 10% от общего дохода. Кроме того, аннулируется 9-процентный налоговый тариф на отопление и горячую воду. С 1 июня он достигнет 21%. Закон против всех видов насилия над детьми заметно увеличил число обращений в полицию, но не изжил проблему в целом. Об этом в канун Дня защиты детей говорили медики и правозащитники. Особенно обращаем внимание на то, что травмы физические и душевные не редкость и в самой благополучной с виду семье. С тех пор, как не сообщать о подозрениях на насилие стало преступным, полиция и правозащитники с трудом справляются с проверкой сигналов от граждан. В первую линию информаторов попали и медики. Однако их роль далека от правоохраны, напомнил Минздрав. Обнаружив или предполагая следы насилия, медик лишь должен сообщить службы защиты детей или полиции, тем, кто вхож в дом или семью. Да, педиатры тоже обходят квартиры. Всё видят и всё понимают. Но они не юристы, не прокуроры и не обязаны вести расследование. Это задача других структур. По медицинской статистике, пятая часть пациентов в травматологии – малыши в первый год жизни. Врачи говорят, в таких обстоятельствах трудно отделить несчастный случай от преступления. Ребёнок до одного года выпал из окна. Это что, несчастный случай или родительская халатность, что тоже преступно? Малыш пострадал в дорожной аварии. Не был пристёгнут ремнём безопасности. Это случайная травма или нет? Упал со стола и из коляски. Случайно или намеренно? Трудно сказать. А врач должен решить, звонить ли в службу защиты детей. Помимо травм, ущерб здоровью ребёнка могут нести и родительские привычки, и пресловутая мода в питании. Отказ от мяса, химия и суррогаты, чьи-то коммерческие интересы. Так захватили сегодняшних молодых мам, что у младенцев всё чаще диагностируют малокровие. В 2010 году был отмечен резкий рост случаев малокровия у детей. И больше всего среди них были дети в возрасте до трёх лет, когда ребёнок не сам выбирает систему питания, а ест, что дают ему взрослые. Ребёнок с виду здоров. Болезнь можно выявить только по анализу крови. Родители вроде бы образованные, обеспеченные, а детям приходится переливать кровь. Ни досмотр и ни лечение специалисты также считают преступными и предлагают требовать подписи у тех родителей, чьи медицинские взгляды несут вред ребёнку. Всякие альтернативы, отказ от прививок, заговоры, экстрасенсы приводят к самым печальным последствиям. С другой стороны, педиатров в стране всё меньше и меньше. И часто ли из-под малетой мама с ребёнком доедет до вильнюсских медиков? А в школе в районах положены медработники только от 500 учеников. Признаемся, что таких школ в районах и вовсе нет. Заметим, до сих пор речь шла лишь о физическом благополучии детей. Чтобы здоровье душевное вышло на уровень, нужны совсем другие ресурсы, сказали врачи, обращаясь к министру здравоохранения. Так что одним лишь законом против насилия наших детей не защитить. И если общество реагирует только на детскую смерть от побоев, если мы разделяем насилие на хорошее и плохое, значит, ещё нужно многое сделать для воспитания взрослых. Так подытожили медики размышления в канун Дня защиты детей. Наталья Гавришова, Первый Балтийский канал. И сегодня же, накануне Всемирного Дня защиты детей, в парламенте прошла крупная конференция под названием «Голос детей Литвы». Незадолго до мероприятия защитники прав детей огласили результаты опроса юного поколения, с помощью которого попытались ответить на вопрос, как себя чувствуют современные дети среди взрослых. Опрос, заказанный организацией «Спасайте детей», выявил очень тревожную статистику, говорят общественники. Как оказалось, десятая часть живущих в Литве детей не могут участвовать в школьных экскурсиях, потому что у семьи нет на это денег. Почти каждый пятый ребёнок боится остаться голодным. А пятая часть детей ответили, что видели, как кого-то били у них на глазах. Число пугающее, но в целом оптимизму опрошенных можно лишь позавидовать, сказала глава организации Роса Дичпетриня. Около 80% литовских детей сказали, что они довольно положительно смотрят на будущее, что очень утешительно. В моём понимании, это может означать, что не все из них уедут, несмотря на то, что только 50% ответили, что они надеются найти в Литве работу, когда вырастут. Многие из перечисленных проблем, убеждена Ева с Дановичутя, происходят из-за недопонимания между подрастающим и взрослым поколениями. По словам участницы конференции, прежде всего, для её сверстников крайне важна поддержка семье, поэтому многие проблемы якобы исходят от недостатка обыкновенного родительского внимания. Кроме того, считай, девочка, дети часто страдают от перегруженных школьных программ. В моём классе учатся люди, которые спят по 4 часа, потому что до 12 часов делают домашнюю работу и переживают из-за какой-то контрольной, зубрят формулы, пытаются всё запомнить, а на следующий день всё забывают. Школьники испытывают постоянный стресс, отметила десент университета Миколас Рёмереса Бригитта Кареня, потому что на деле работают больше взрослых. Ведь дети не только ходят в школу, но проводят часы за домашним заданием или в кружках. Поэтому сейчас, когда обсуждается вопрос продления учебного года, взрослым нужно не самим принимать решения, а полагаться на мнение самих детей, считает педагог. Сергей Шалкин, Мартина Свисбелли, с Первым Балтийским каналом. Организаторы турпоездок заметили, что литовцы ещё перед началом сезона отпусков уже определились с местом своего отдыха. Лучшие предложения разбираются мгновенно, ну а жители, которые не хотят тратить большие деньги на отпуск, выбирают Литву. Эксперты делятся советами, какие места в этом году стоит посетить, а от каких лучше отказаться. С каждым днём жители Литвы всё активней и ищут доступные туристические предложения. По прогнозам, в этом году во время бума отпусков достаточно дёшево можно будет отдохнуть в Европе. Поэтому отдых на родине не столь популярен. И в Литве, и за границей. На озеро Сартай поедем на неделю, в Болгарию на две недели и ещё куда-нибудь. Поедем на север Финляндии, к границе с Норвегией. Совершим поход. А почему вы не выбрали Литву? Здесь же нет тундры, а там такой экстремальный поход. Отпуск лучше провести путешествия, считает эксперт Римвидас Щервинскас, более известный как Макалюс. Он говорит, что самое главное – осознать, чего мы хотим от отпуска. Если цель отпуска – спокойно полежать на пляже, тогда точно не нужно переплачивать за отдых. Например, на Майорке. Для ленивого отпуска больше подходит Турция или Болгария, где за небольшую сумму можно найти прекрасную гостиницу. Самым популярным направлением остаётся Турция. Она предлагает прекрасное соотношение цены и качества. Не отстаёт от неё Болгария, которая также знаменитой услугой всё включено – гостиницами на берегу моря с прекрасными пляжами. Там лето прохладнее, чем в Турции. Не советовал бы отправляться в Египет, хотя туда путешествия организуются. Мне кажется, что там слишком жаркое лето. Всё время придётся сидеть в тени, и солнцу порадоваться тоже не получится. Если жителям по каким-либо причинам не удаётся взять официальный летний отпуск, то специалист знает, как замечательно и легко отдохнуть за два дня. Ежегодно путешествуя по разным странам мира, я начинаю осознавать, как прекрасна Литва. Поэтому год назад я начал призывать людей посетить Литву и провести здесь выходные. В Литве самый любимый для меня курорт – это Бирштонос. Здесь и санатории, и гостиницы, и дома для гостей. Здесь каждый найдёт для себя место отдыха. Сегодня Бирштонос из старинного курорта превратился в современный и модернизированный. Эксперт советует активным путешественникам выбирать интересные направления, а для желающих спокойно отдохнуть – избрать так полюбившиеся литовцами острова. Но кроме Бирштоноса или других известных литовских курортов есть места не столь разрекламированные, но не менее прекрасные. Маленькие Малетой, озёра Плотялий у Клайпиды, всё побережье Немана и много-много других уголков. Не стоит терять немногочисленные солнечные и жаркие дни, говорят бывалые путешественники. Приключения искать можно каждый день. Ирина Высокович, Веста Тизенхаузене, Зигмос, Старожинскас, Первый Балтийский канал. Всё здорово, осталось только дождаться отпуска, верно? И это все основные события, о которых мы успели вам рассказать по окончании новостного блока многосерийный фильм «А у нас во дворе». Ну а далее смотрите программу «Мужское, женское». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова